Большинство людей обращаются за кредитом только тогда, когда они остро нуждаются в получении средств. Эти средства можно использовать для экстренных случаев, нового автомобиля и даже ремонта дома. Какой бы ни была причина, по которой человек нуждается в кредите, он может быть разочарован, когда ему отказывают. Благодаря закону о равных кредитных возможностях, кредиторы обязаны раскрывать свои причины отказа в выдаче кредита. Ниже приведены три наиболее распространенные причины. Причина 1. Кредитная отчетность. Первое, что сделает кредитор, когда кто-то обращается за кредитом, это вытащит свой кредитный отчет. Кредитные отчеты предлагают кредитору гораздо больше информации, чем просто номер. Если у человека уже есть большое количество непогашенных кредитов, это может заставить кредитора немного опасаться увеличения долга этого человека. Этот кредитный отчет также покажет количество инкассовых счетов, любые просроченные счета и историю платежей лица, обратившегося за кредитом. Все это составляющие кредитного отчета, которые могут нарисовать картину для кредитора, сделав его более склонным одолжить вам деньги или отказать в просьбе о кредите. Проверка на наличие расхождений в кредитном отчете может решить множество проблем для потенциального заемщика. Если они обнаружат, что в их кредитном отчете есть пункты, которые им не принадлежат, им нужно будет позвонить и исправить это. Причина 2. Недостаточность средств для оплаты кредитора должны знать, что деньги, которые они сужают, будут возвращены. Когда заемщик не имеет достаточного дохода или средств для возврата кредита, кредитор может быть менее склонен давать этому заемщику кредит. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. При огромном количестве документов, необходимых для подачи заявки на получение кредита, кредитная компания попросит потенциального заемщика перечислить свой доход и будет готова предоставить. Доказательство того, что доход существует. Наличие этого доказательства может помочь кредитору оправдать предоставление денег, если когда-либо возникнут какие-либо вопросы относительно того, почему они одобрили кредит. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Причина 3. Слишком много долгов кредиторы внимательно изучают соотношение долга к доходу потенциального заемщика, прежде чем давать ему еще какие-то деньги. Если кредитор видит, что человек уже использует халф или более своего заработка для оплаты долгов, он может считать его заемщиком с высоким риском. Кредиты – это не единственное, на что кредиторы будут смотреть с точки зрения долга. Стоимость жизни, кредитные карты, студенческие суды и счета коллекторов влияют на сумму долга, который имеет человек. Если потенциальный заемщик хочет еще раз попробовать процесс подачи заявки на получение кредита, то в первую очередь следует начать с исправления причин отказа. После проверки достоверности информации в их кредитном отчете, снижения отношения долга к доходу и либо добавления залога к кредиту, либо доказательства того, что их доход достаточен для. Озвучено Яндекс.Спичкит. Поддержание долга они могут попробовать еще раз. Самое важное, что нужно помнить заемщикам, это то, что ключом к успеху является двойная проверка достоверности информации. Однако, если банки все еще отклоняют вашу заявку, другой вариант получения кредитов – это обращение к частному твердому кредитору. Кредиторы с твердыми деньгами предоставляют кредиты на основе собственного капитала недвижимости, поэтому они являются хорошей альтернативой, когда банки не одобряют вас. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.